здарова ребят давно не виделись посмотрите какая красота за окно у меня это я нахожусь в штате джорджи сейчас на работе это мотель мой первый этаж покажу вам комнатку свою ничего не убирал вообще как проснулся так сегодня просто отдыха не работает моя рабочая одежда там конспекты для этого ролика холодильник и микроволновка здорово вот такой вот отельчик пишите комментарии сколько это все стоит добро через пять секунд я вам скажу такая вот обычная ванна короче стоит это все 2000 баксов в месяц ну ладно я такие деньги за месяц не платил конечно но если живу то плачу но обычно столько не работаю в месяц подряд в общем я плачу в неделю 550 долларов в неделю то есть вообще даже получается дороже 2000 в месяц что-то около двух двести до вот ну тоже цена зависит от всяких праздников от каких-нибудь матчей футбольных если рядом где-то проходит все отель отель свободных нет номеров вообще рядом отеля свободных нет дешевых получается ты снимаешь отели намного дороже и цена еще возрастает в общем короче двушка у меня если месяц работы минимум отлетает на отель это минимум а вообще я в среднем считаю где-то две с половиной три тысячи получается только на отель прикиньте в рублях это я 300 250 тысяч рублей в месяц плачу блин за отели на работе это помимо того что я еще за квартиру плачу где у меня жена с ребенком живут ну я как бы тоже там живу но сами понимаете пока пока приходится очень много работать ну блин бит и что прикольно такой деревья деревья такие знаете я видел у нас в краснодарском крае жена горит у нас тоже таки есть татарстане но я что не видал я даже не знаю что это такое что это короче ладно в общем вот конспекты мои смотрите сегодня записывал сегодняшний ролик у меня будет про про сравнение уровня жизни среднего человека в россии и среднего человека в америке то есть я взял посчитал среднюю ну как посчитал посмотрел среднюю зарплату в америке среднюю зарплату в россии взял там список определенных продуктов которые все каждый ну не каждый день очень часто покупают да взял технику ну iphone как обычно сотовую связь и недвижимость стоимость недвижимости в сша и стоимость недвижимости у вас там в россии и посчитал сколько человек сможет себе позволить в сша и в россии в общем сейчас я выйду на улицу туда ближе к деревьям куда-нибудь и поснимаю вам ролик расскажу каким выводом я пришел и где же на самом деле жить то лучше и дешевле я уже прикиньте больше года в штатах и ролика на эту тему до сих пор еще не выпустил а вообще я что-то реже стал снимать ролики потому что мне лень честно говоря мне это пишет на канале куда пропал куда пропал просто ну лень и все никаких никаких больше нет оправданий вот этот лес а вон там отель с той стороны зеленый ну нет бассейн закрыта я думал бассейн зеленый став а там просто закрыто и моему youtube канал кстати тоже один год даже чуть больше уже можете поздравлять комментариях круто а по поводу того что мы год в америке надо будет снять отдельный ролик а вообще рассказать что произошло за этот год такого прям сверхестественного что изменилось того момента как мы границы перешли вы тяжело поднялся отсюда чуть-чуть да жесть надышка но мне просто астма еще потолстел и килограмм на 10 за год это я вам могу сразу сказать поэтому сложновато сложновато вот но этот ролик не об этом этот ролик про уровень жизни про средние зарплаты и все такое так что давайте начинать погнали короче говоря заранее уже все посчитал все расписал себе отсюда блокнотик он такой мне красивый блокнотик и я буду вставлять сюда скрины куда-нибудь просто даже на себя могу ставить так что в общем это просто такой информационный ролик начнем с того что среднюю зарплату я брал просто в интернете среднюю зарплату в россии я посмотрел по моему яндексе чтобы google не дискредитировал россию но средняя зарплата по росстату в россии за июль двадцать третьего года семьдесят пять тысяч рублей до вычета налогов я не знаю насколько это вообще реалистичную звук идет нормально я не знаю насколько это вообще реалистичная средняя зарплата в россии вы мне можете сами написать комментариях сколько вы получаете давайте да реально напишите кто живет в россии напишите сколько вы получаете денег до выйти на налогов обязательно и на 75 тысяч рублей в месяц в день получается две с половиной тысячи рублей если на 30 дней разделить 30 допустим 30 рабочих дней да так не так как работают люди но допустим что было проще считать и средняя зарплата в сша по данным forbes в двадцать третьем году 4952 доллара сша это средняя зарплата по всем штатам тоже до вычета налогов вы скажете что налоги в америке огромный но нет потому что например ну вот я во флориде жил там подоходного налога вообще нет только федеральный в калифорнии да есть там по моему 12 13 процентов только штатовский налог и федеральный там 30 процентов зарплаты могут удержать если ты например одиночкой зарабатываешь хорошие деньги но в америке как работает если ты семейный и у тебя вот это такая средняя зарплата небольшая то ты вообще можно вот не заплатить но давайте от налогов избавимся в этом ролике вообще не будем считать налоги потому что я в этом ролике буду приводить пример с продуктами питания вот в каких-то штатах есть налог на продукты питания на какие-то продукты в каких-то штатах вращения от налогов на продукты то есть это очень тяжело посчитать ну вот во флориде у нас я покупаю продукты я часто смотрю на ценник если у тебя только продукты какие-то такие базовые то налога вообще может не быть или там какой-то 1 2 доллара на 50 100 долларов твоих как бы поэтому я считаю что это вообще ничего где-то там доходит до 10 процентов налог на продукты но на какой-то там не обязательно продукт можно алкоголь или на еще что-то в общем цены везде разные поэтому я налоги на продукты тоже учитывать не буду потому что ну это мелочи как бы в россии ндс 20 процентов включил каждый продукт уже как бы в магазине прикиньте до 20 процентов ну ладно что 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 дальше в общем да я поделил зарплату на дни под на 30 дней чтобы было проще считать сколько например того или иного продукта человек в америке в сша сможет купить на дневную зарплату то есть на месячную там получается большие цифры дневными небольшие цифры поэтому будет прочитать не забыть бы свои очки в общем 160 где-то я записывал до 165 долларов в день зарплата средняя зарплата в америке и две с половины тысячи рублей средняя зарплата в россии тоже конечно спорно 75 тысяч месяц но напишите на комментариях и если мне но у меня есть подписчики в америке которые живут пожалуйста если вы смотрите ролик напишите вашу зарплату в америке сколько вы получаете вы зарплату ваша супруга там ваш знакомый чтобы тоже можно было примерную его клещ ползает на глубить на чтобы понимать примерную зарплату да ну тоже конечно мигранты которые сюда недавно приехали понятно что них зарплату будет меньше чем у среднего американца недавно смотрел статистику вообще что белые американцы зарабатывают год что-то ну больше намного больше 100 тысяч рублей в среднем прикиньте черные по моему там что-то около 40 с чем-то по моему и мексиканцы 60 с чем-то но это я так по памяти говорю но вот но мексиканцы то смысле латинос и я в общем всех мексиканцами обозвал в общем я взял 10 видов продуктов это прям такие базовые продукты я их начну сейчас перечислять и скриншотов вставляйте вы помете что это реально базовые вещи потом я взял технику это конечно же iphone 15 pro max самый который дешево 256 гигабайт я сравниваю стоимость связи сотовой она здесь очень дорогая в америке вы знаете да все поэтому сравним где выгоднее пользоваться сотовой связи и недвижимости как многие говорят и многие пишут что недвижимость в америке супер супер дорогая и невозможно здесь купить и все такое поэтому я ее тоже решил посчитать и рассказать сколько будет все это стоит начнем с продуктов и самый такой базовый самый первый продукт который везде покупают это картофель да может быть вы подумали о чем-то другом но я считаю сейчас картофель вот смотрите цена картошки я кстати тоже заранее все посчитал все перевел в килограммы все цены записал за килограммы кроме молока там за литр вот в общем все в килограмм перевел поэтому вы будете видеть одну цену я буду называть другой потому что там не за килограмм чаще всего цена в общем вот картошка в пятерочке стоит 16 рублей за килограмм тоже напишите реально такая цена нет потому что это очень дешево хотя казалось бы чего картошка да и получается так что человек в россии зарабатывать зарабатывающий две с половиной тысячи рублей может позволить себе сто пятьдесят шесть килограмм картошки на дневную зарплату прикиньте сто пятьдесят шесть килограмм если килограмм картошки стоит 16 рублей но реально в пятерочке вот можете сами посчитать скриншот 16 рублей за килограмм 156 килограмм картошки и внимание в я взял вот второй скриншот это с магазина волмарта в америке тоже самый популярный продуктовый магазин там килограмм картошки стоит 1 и 7 долларов 1 доллар 70 центов но это получается 10 раз дороже да прикиньте это где-то 160 рублей сейчас по курсу там 92 93 и человек со средней зарплаты 165 долларов в день в америке сможет позволить себе всего лишь 97 килограмм картошки по вам вот это да да в россии то есть обычный российский средний человек сможет купить себе ну не в два раза но полтора раза больше картошки чем даже больше полтора раза картошки чем американец вот где россия победила точно неожиданные такие результаты были для меня на самом деле я как-то думал что будет сша здесь держит вверх но на самом деле картошка в америке дорогая мы когда приехали смотрели цены и такие что почему так дорого почему такая дорогая картошка почему такой дорогой хлеб но как вот такие цены дальше у нас идут томаты но это короче помидоры по-русски помидоры килограмм помидоров в россии стоит 210 рублей это вот скриншот где-нибудь здесь килограмм томатов россии 210 рублей это в том же магазине пятерочка я все цены брал сайта яндекс еда очень такой очень крутой сайт можно посмотреть продукты в разных магазинах я просто взял пятерку в который сам часто закупался и в омарт где я закупаюсь в америке чаще всего и того 210 рублей стоит килограмм получается две с половиной тысячи рублей дневная зарплата и деле мы на 210 рублей 11 целых ну девять десятых ну одиннадцать целых килограмм томатов 11 килограмм томатов может унести с собой в мешочке русский человек после рабочего дня в америке килограмм томатов стоит 55 долларов 41 цен это получается где-то 500 рублей на данный момент по курсу и в два раза дороже прикиньте два раза дороже чем в россии но 165 долларов в день получает средний американец и мы делим это на 541 получаем 30 целых килограмм банан для почему бананов бананы потому что у меня следующий поэтому и банан томаты 30 килограмм томатов тут у нас в три раза больше средний американец может позволить себе помидоров 11 против 30 да тут америка победила 11 дальше идут бананы в россии килограмм бананов стоит 110 рублей как будто бы дороговато да или нет ну цена такая вот тоже все пятерочка пятерочка вроде не самый дорогой магазин в россии далеко не самый дорогой 110 рублей и две с половиной тысячи мы делим на 110 рублей и вот они бананы мои любимые 22 килограмма бананов может купить себе российский работник за один рабочий день и в америке килограмм банана стоит доллар 58 то есть где-то 140 рублей 110 рублей в россии 140 рублей в америке за килограмм бананов как бы не невелика разница и 165 долларов в день мы делим на доллар 58 получаем 104 килограмма бананов прикиньте пять раз больше почти пять раз больше американец может купить себе бананов дальше я взял лимоны лимоны у меня в россии обычные 180 рублей за килограмм лимонов 200 тысяч делим на 180 рублей получается 13 килограмм сможет позволить себе русский человек и в америке я взял лимоны необычные я дал фору россии потому что лимоны обычные дешевле а вот лимоны органик ну то есть вот посмотрите картинку и sda по моем там написано это прям супер супер органик типа очень крутые лимоны выращенные супер супер крутых условиях ну не знаю чем они отличаются но видимо реально круто 5 долларов 41 цент то есть россии лимоны стоит 180 рублей за килограмм в америке стоит где-то 500 рублей за килограмм как томаты кстати ровно так же как томаты 5 долларов 41 это же получается 30 килограмм лимонов сможет купить себе американец на среднюю дневную зарплату 13 килограмм в россии и 30 килограмм в америке опять америка побеждает и счет уже 31 31 ведет америка как бы я не хотел чтобы россия побеждал но пока вот так посмотрим дальше что будет возможно филе курицы даст россия выйти вперед филе курица в россии стоит 404 рубля за килограмм это супер до хрена по моему мы покупали что-то в районе 200 рублей 200 рублей и но это было полтора года назад но ну вот цена я не откуда это из головы не придумываю беру с пятерочки обычный филе курица 404 рубля за килограмм курицы получается в россии человек себе может позволить на дневную зарплату 6 килограмм курицы давайте не будем томить в америке 587 за килограмм то есть 500 20 530 рублей ну тоже не супер дороже чем в россии даже не в полтора раза и того 28 килограмм то есть 6 килограмм россии 28 килограмм в америке ури кури курица может купить себе человек опять америка побеждает и дальше давайте сосиски мои любимые сосиски в россии сосиски стоит 400 рублей за килограмм это вот сосиски папа может насколько я помню я их вроде бы россии покупал поэтому и взял и человек на российскую среднюю зарплату в день может купить все 6 килограмм сосисок обожраться на можно этими сосисками ну и давайте не будем томить тоже сосиски в америке стоит почти 10 долларов 9 и 9 за килограмм опять же и в америке человек может купить себе 16 килограмм сосисок на дневную зарплату 16 килограмм то есть почти три раза больше сколько здесь тараканов бегает надо быстрее записывать и сваливать дальше у нас идет сыр сыр я взял в россии красная цена чтобы дать фору опять же мы помогаем россии и 400 рублей за килограмм сыра в россии это красная цена ребят это не это самый лучший сыр да но не самый дорогой 400 рублей за килограмм и в россии себе может позволить человек на дневную зарплату 6 килограмм сыра как и сосисок сыр в америке стоит 1225 и за рабочую смену человек себе может купить 13 килограмм сыра это не самый дешевый сыр я взял ну такой обычный нормальный сыр в омарте дальше молоко литр молока в россии стоит 80 рублей вот силу зеленый его тоже покупал постоянно 2 литра я взял литр то есть 80 рублей за литр если его убрать получается 80 рублей и это 31 литр молока можно купить себе в россии за среднюю российскую зарплату в америке молоко стоит тоже который я беру обычно я обычно редко беру молоко но вот такое если берем либо там лактоз фри без лактозным ну короче говоря это молоко стоит 225 за за литр и это 73 литра за рабочую смену в америке то есть 31 литра в россии и 73 литра в америке то есть пока америка прям хорошо лидирует возьмем хлеб как вы знаете хлеб в америке реально дорогой но давайте посмотрим сначала в россии вот хлеб сам дешевый я нашел 113 рублей за килограмм заметят за килограмм это не за упаковку тут скрин это за упаковку там 30 по моим чем-то рублей хлеб завод номер три привет казань и это получается 113 рублей за килограмм то есть за рабочий день человек себе сможет позволить 22 килограмма хлеба нормально можно похавать не в америке хлеб он реально дорогой но он типа там 35 долларов 5 долларов это жесть ту мать вот три там три с половиной это нормально и я взял такой вот хлеб средний до со средней ценой не самый дешевый в россии я взял самый дешевый который был пятерки это не самый дешевый хлеб за килограмм 6 долларов 10 центов это же жесть блин короче 27 килограмм хлеба может себе купить американец за рабочую смену 27 и в россии 22 опять опять к сожалению россия проигрывает в этом плане дальше дальше я взял фруктовое пюре до для детей что-то надо посмотреть это последняя позиция из продуктов фруктовое пюре по моим фруктами я не помню вот посмотрите из крышу тоже сохранил 1 килограмм пюре в россии стоит 555 рублей это за килограмм это не за маленькую покупку и за килограмм и то есть 4 килограмма пюре в россии можно себя позволить на среднюю зарплату и фруктовое пюре в один килограмм в америки вот гербер стоит 8 долларов 31 цент как бы тоже цена не слишком большая если сравнивать с россией чуть чуть больше в полтора раза больше даже больше больше полтора ну и того 19 килограмм фарктового пюре гербер может себе позволить американец да против 4 килограмм в россии в общем по продуктам у нас тут с разгромным счетом побеждает америка 91 что у нас картошка только впереди но картошка реально дорогая вроде тут выращивать казалось бы картошка можно можно и дешевле подавать ну ладно дальше у нас техника связь и недвижка как я уже сказал технику на я взял просто iphone я не стал там сравнивать телевизор и машины еще что то потому что ну там реально отрыв просто жесть телеки про машины вообще не говорю машины просто улетели куда-то в космос телеки тоже жесть телеки который здесь стоит 3-4 тысячи баксов в россии стоит там миллион миллион двести миллион триста я даже там за три миллиона телек видел что телевизор да ладно ну какая-то супер большая разница но я может я конечно подробности не вдавался прям не сравнил супер точно модели там 7 по диагонали смотрел название там samsung samsung очень дорого ладно неважно давайте посмотрим iphone 15 pro max в россии стоит 194 тысяч 999 рублей но это вам видео вот вам ссылочка это 15 pro max на 256 гигабайт самый ну самый дешевый из всех iphone 15 pro max полу и в америке он стоит 1294 рубля 92 доллара вы скажете огненалог на это уже с налогом уже всего вот он скриншот я уже посчитал без налога он 1200 только стоит этот налог 95 долларов грубо говоря короче не буду вас томить я посчитал и у меня получилось так что в россии работать на iphone со средней зарплаты 2 с половиной тысячи рублей в день придется 78 дней 78 дней это получается два месяца два с половиной месяца откладывать на iphone и в америке барабанную дробь 8 8 дней на этом можно заканчивать вообще видео в 10 раз больше блин ну типа там было семь целых восемь дней если реально делить там но целых восемь дней работать и 78 78 дней в россии то есть ровно в 10 раз ровно в 10 раз больше нужно работать в америке на iphone и к чему вообще я еще хотел сказать что я когда приехал сложу я когда приехал в америку я как обычно ну как все конвертировал в уме все в рублей и мне казалось уже что так дорого а потом я для себя ну чтобы мне легче было вообще к ценам привыкнуть для себя я сделал такой курс 10 долларов мой 10 рублей за доллар то есть я смотрю так у меня зарплата 4000 долларов не на первой своей работе должен был получать 4000 долларов но в итоге там один месяц меньше получил второй месяц больше получат чуть-чуть ну в общем 4000 долларов не суть и я смотрел на цены и думал вот я зарабатывать 4000 долларов давай это будет не 4 а 40 тысяч долларов 10 раз больше как в россии если бы я зарабатывал 40 тысяч рублей и 4000 долларов это могу как как-то у меня в голове это так хорошо складывалось что вот я могу это себе принимать что 40 тысяч рублей окей 4000 долларов для меня тяжело было воспринимать он 40 тысяч рублей нормально и я смотрел на какой там кофе да в старбаксе стоит он там 5 долларов и вот чтобы не понять я тоже умножал он на 10 то есть если бы я зарабатывал в россии 40 тысяч рублей при этом кофе в старбаксе для меня стоил бы 50 50 рублей я бы его купил или нет вот так вот я думал я такой думаю ну да купил вы или же маки там big mac милу этот big mac combo стоит что-то дину в разных статах по разному 10 долларов около того везде стоит 10 долларов типа идите если бы я зарабатывал 40 тысяч рублей в россии и покупал бы здесь big mac combo за 100 рублей но не не здесь а в россии да за 100 рублей было бы нормально такую конечно я его дорогу полный за 250 по моему и вот таким образом я для себя определял дорого это или дешево типа такая схема на заметку он тоже если сюда приедете но можете также делать это очень удобный курс доллара 10 за один доллар за 10 рублей нормально ну типа так по-моему должно быть как будто бы это очень очень реально удобно считать ладно 78 дней в россии и восемь дней в америке до сотовая связь в россии я платил ну что-то порядка 600 рублей по моему за интернет у меня был мобильная связь безлимитная по моему я не помню что-то около 507 рублей около 600 и получается давайте возьмем 500 рублей напишите комментариях я посмотрел на сайте мтс и ни хера не понял по тарифам там потому что и домашний интернет включены еще что-то ну в общем не знаю но мне кажется 500 рублей за связь нормально цена но обычная цена сейчас в россии напишите комментариях сколько вы платите за связь в россии но я взял за основу 500 рублей в месяц за связь да там с безлимитным не безлимитным интернетом сейчас мне тут написали вот и и в америке я плачу я плачу вообще 45 долларов по моему за одну сим-карту но у меня несколько сим-карт но не только у меня там за жену за себя ребенку там планшет у меня два телефона ну где-то 45 долларов но давай возьмем 50 у меня час работы он платит по моему 300 долларов в год это при по этой ну вроде бы при по и тариф какой-то ну тоже это эти анти безлимитный интернет все дела там 300 баксов год это получается ну меньше тридцати долларов в месяц но давайте возьмем 50 долларов до и того сколько 5 симок в россии себе можно купить на среднюю дневную зарплату до 5 симок как это сказать ну вы поняли 5 симок короче манси и 3 симки всего в америке вот россия здесь побеждает как и с картошкой со связью россия все-таки выиграла до связь но это на самом деле в россии связь гораздо дешевле прям реально намного дешевле она там на особо не напрягает тебя здесь ну как бы тоже не напрягает но все неприятно там 50 баксов давать за сим-карту тоже такое ну вот так вот и самый последний пункт я вам наверно надоел но потерпите чуть-чуть и самый последний пункт это недвижимость как вы знаете это вообще ну и пропаганда об этом и все люди и даже также я думал и когда приехал что недвижимость в америке супер дорогая и супер тяжело купить ну вот я посчитал и я ставлю скриншоты сюда средняя стоимость цикла ну не только квартиры а вообще жилья в россии 100 квадратных метров я посчитал 100 квадратов до 9 миллионов 345 тысяч 700 рублей средняя стоимость по всей россии если взять например в казани это 100 квадратов будет стоить наверное порядка там 12 13 14 миллионов до если это дом еще больше будет стоить в москве так еще больше ну поэтому я говорю в россии это вот где миллион 345 тысяч в америке по данным вот посмотрите 181 тысяча долларов за 100 квадратных метров здесь все считается square feet of но я перевел все в квадратные метры чтобы было вам понятно 181 тысяча но мне почему-то кажется что это дешево столько но опять же здесь я смотрю дома вот мне интересно рассматривать там пока не рассматриваю дом для покупки на просто рассматриваю всякие недвижимости постоянно интерес и обычно все дома больше 100 квадратов намного больше 150 200 квадратов продаются до нормальные дома и квартиры тоже они продаются ну среднего там около 100 квадратов примерно но возможно нет ну я к чему говорю вообще 181 тысячи как будто бы дорогой дешево очень ну я во флориде смотрю где-то если вы калахоми там в дакоте в канзасе в оканзасе если там смотреть там реально цены дешевле чем во флориде в той же нью-йорке или там калифорнии там вообще жесть бешеные цены но почему-то я говорю 180 тысяч долларов 181 тысяча долларов за 100 квадратных метров в америке для меня это очень дешево мне кажется что подороже подороже все таки давайте возьмем его и сколько здесь этих я не знаю клещи не клещи надеюсь что нет давайте возьмем сейчас я сначала выкину их всех себе ну давайте возьмем 180 тысяч а потом это просто все умножить на два давайте почитаем в россии чтобы купить себе среднюю это в среднем до 9 миллиона 345 тысяч если купили чтобы купить себе жилье 100 квадратов метров в россии вам со средней зарплаты нужно будет работать 3738 дней это 125 месяцев и 10 лет 10 с половиной лет даже без перерыва работайте откладывать ежедневно десять с половиной лет чтобы купить себе жилье и в америке если это будет стоит 181 тысячу долларов жилье в 100 квадратных метров вам нужно будет работать 1096 дней в три с чем-то даже раза меньше 36 месяцев и три года прикиньте даже давайте ну я думаю что 180 тысяч хоть этой данные ну мне кажется это вообще дешево очень давайте возьмем 3 360 да ну да в два раза больше 360 ну 360 это ту матч уже это дохера но средне стоимость жилья дешевле реально по всей америке если взять ну давайте возьмем 360 100 квадратных метров и вам нужно будет работать шесть лет ну то есть в россии десять с половиной лет в америке шесть лет даже если мы вот цену в два раза умножим это все равно почти в два раза меньше чем в россии ну а по факту это на самом деле в два раза меньше чем в россии то есть жилье в америке намного доступнее но в два раза доступнее по моему чем в россии ну это и по ощущениям так потому что когда в россии я думал купить квартиру я думал ну это жесть это куда это вообще сколько на но у меня мы купили квартиру в ипотеку мы купили и дешево очень на повезло и купили мне у себя в маленьком городе как бы только поэтому мы не смогли и купить если мы покупали где-нибудь казани но это типа 10 лет работать чтобы купить квартиру в казани просто ну это не в казани это просто сказание еще дороже 100 квадратных метров намного дороже будет стоить это все свежие данные на 23 год если вы там купили квартиру три года назад дешевле намного то это вообще не считается вы знаете как цены растут там на недвижку и не знаю когда закончится но когда-нибудь закончится в общем мы вот в этом плане мы видим что заработать на недвижку в сша намного проще да и меня это прям облегчает реально ну мне реально кажется что здесь намного проще заработанные вверх это такое ощущение внутри меня и видимо по официальной вот статистике реально проще в общем америка победила со счетом 11 2 то есть картошка и связь в россии все таки стоит дешевле все переезжаем обратно но если не шутить но вот реально посмотрите до продукта я посчитал недвижку технику связь в среднем если взять мне кажется уровень жизни в среднем вот если так посмотреть по продуктам ну где-то в три раза человек в среднем 234 раза где-то в пять раз что тогда американец может себе позволить больше то есть мне кажется в среднем в три раза выше уровень жизни в америке чем в россии то есть человек американец в три раза лучше в среднем живет чем человек россиянин человек россиянин новый супергерой вот в три раза такие вот у меня неутешительные для вас ребят кто в россии итоги а для вас кто в америке или собирается вот такие вот радостные радостные известия чтобы там люди не говорили на самом деле в америке проще себе позволить продукты проще себе позволить купить жилье проще технику проще вообще ну гораздо проще ну типа вот таких микрофонах в россии я тогда тоже там снимал youtube я даже мечтать не мог для меня ну 25 30 тысяч отдать за вот это вот ну она не 1 2 до работаешь брат да ну типа это было вообще туманчик для меня ну это очень дорого был очень здесь я стану 250 долларов это тоже как бы не дешево но это не стоит там треть твоей зарплаты да это стоит одну двадцатую часть зарплаты там средней прикиньте ну и что говорит техника как бы здесь реально прям намного дешевле ты здесь смотришь телевизор ходишь по вот в омарте ну и типа как в россии вот мы ходили 50 ты еще вы думали у 50 ты стиль но это вот тогда было когда мы теле покупали за за 40 тысяч рублей у меня супруг купил телек примерно да это было тоже дорого но здесь ты смотришь на телеке такого же качества точно такой же телевизор там он стоит ну 300 долларов 400 и это типа не вся твоя зарплата там одна десятая часть поэтому я говорю техника прям реально дешевле машины машины ну ты тоже говорить не о чем машины машины здесь просто супер доступны они стоят дешевле чем россии во первых а если еще и с уровнем зарплат посмотреть то так это вообще ну просто ничего ничего не стоит поэтому я дав не стал считать машины но потому что это не честно не честно будет уничтожать машины потому что машины сейчас в россии стоит просто каких-то конских денег конских я смотрел обзоры на китайцев но это не знаю не знаю я бы может быть и купил бы хочу делать если ничего больше покупать но хотелось бы конечно что-то получит вот такой вот получился ролик ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки и я постараюсь постараюсь выпускать почаще ролики вот еще много роликов ну вот скоро сниму ролик про год жизни в сша вообще что изменилось за год какие у нас результаты за год что что-то как вот и скоро мы планируем переезжать достаточно скоро по меркам youtube канал моего так что тоже скоро будет видос про переезд ну все все хоро везде давайте пока